Одна из красивейших улиц Варны, старого центра, хоть и небольшая, это улица Хаджиста Мацидеров. Хаджиста Мацидеров кто был? Во-первых, он был управляющим первого банка в Варне. Первый банк в Варне открылся в 1861 году, и это было еще при турках. Соответственно, открывается большое, не подвластное турецкому султану финансовое заведение. Это было очень важной частью фактического болгарского освобождения. Дома в этой части города в основном конец 19 века и начало 20. Ну и, соответственно, суперсовременные, я делаю воздушные кавычки, конца 20 века, вот такие здания. Здание называется Сграда стоматология. Здесь, кроме стоматологии, на верхнем этаже находится еще и художественная школа Дедал. Школа для одаренных подростков и социально незащищенных семей. Ведут ее на американские гранты. Это вообще великая совершенно организация. Любой из талантливых варнинских подростков-художников может прийти туда, учиться рисовать и получать все необходимые материалы бесплатно. Честно вам скажу, как мать художника, мы очень-очень незащищенные слои населения, потому что вы бы знали, сколько стоят холстые краски. Но слово, это не имеет никакого отношения к улице Хаджиста Матисидеров, которая превращается в улицу Драгоман. Что еще про Хаджиста Матисидерова важно? Он был организатором, не организатором, а инициатором того, чтобы в варнии открылась первая болгарская церковь. Как мы помним, болгарская церковь во времена турецкого ига была под греческой. Турки на завоеванных землях решили не искоренять иноверчества, иные религии немусульманские целиком, а все их свести под власть одной, и этой самой одной в восточном христианстве была греческая церковь Константинопольской патриархии. Вот, собственно, она и руководила болгарской церковью, которая до того, до 1398, кажется, была независимой. Соответственно, освобождение и в плане веры для болгар было очень важно. То есть, вот этот самый прекрасный Хаджи Сидеров был большим борцом за освобождение, причем борцом не столько революционным, сколько материальным. Кто такой Хаджи? Слово мы это знаем из мусульманства. Им обозначали человека, который совершил Хадж, то есть паломническое путешествие в Мекку. А в восточном православии, в частности, в болгарском восточном христианстве, Хаджи называют человека, который совершил паломнищество, внимание, в Иерусалим, к гробу Господню. Более того, его сын, как правило, тоже получает к своей фамилии приставку Хаджи. Так появилась, например, фамилия Хаджи Стоянов, сын господина Стоянова, который совершил хадж. Ну, в общем, вот так. Очень интересная традиция. И сейчас есть люди, которые добавляют к своему имени приставку Хаджи, в частности, Хаджи Ламбрин Сатиров. Руководитель, распорядитель и фактически вдохновитель читалища Старого Варна с театром Вина, с различными мероприятиями и так далее. Вот, собственно, вся улица – это один квартал. Дальше она превращается в улицу Даргаман. На этой улице жили посольские переводчики в конце XIX века, соответственно, поэтому она так и называется. Даргаман – это посольский переводчик. А вот здесь сохранилась старая брусчатка конца XIX – начала XX века. Если вы хотите сделать фоточки с таинственным светом, отражающимся от камней, приходите сюда вечером. Здесь есть и древние стены, и древние камни, и вечные деревья, а свет вечером зажжется. Продолжение следует...